Между предыдущими ораторами я получила высшее образование профильное и, в общем, проработала в сфере компьютерных игр больше двух лет. И сразу могу сказать, если у вас есть профильное образование, то вот сроки профильного мальчика, типа там год работает за копейки, в общем, сразу год можете накинуть себе, то есть у вас уже год опыта есть, по сути, как, ну, для клиентов. Вот, ну, если вы там работали в сфере, опять еще полгода можете накидывать спокойно, то есть сразу уже не работали за 3 копейки, уже можете что-то там, в принципе, и, наверное, попросить побольше. Вот, но я бы хотела сказать, если кого-то интересует, про как открыть ИП и нужно ли это делать. Смысл открывать ИП, наверное, как мне кажется, есть, если у вас нет официального устройства в любом другом месте. Особенно в связи с, там, с отбегающимися законами о тунеядцах. Ну, и вообще, мне кажется, получить те же визы проще какие-то. Стоимость открытия ИП в общем, наверное, ну, не больше 150 долларов со всем этим. Ну, и в год это вам обойдется где-то в месяц около 600 тысяч на оплату в СССР. Даже если вы не работаете, вы просто платите, там, на будущую пенсию. Вот. Налог для ИП будет где-то 5% от дохода. Но проблема в том, что получить деньги, это не так легко. Вам нужно будет открыть счет специальный. Открыть-то его легко. Открыть его нужно в тех валютах, в которых вы планируете получать деньги. То есть, если вы работаете с россиянами, с американцами, с европейцами, еще с кем-то, и платите там в разных валютах, вам нужны счета во всех этих валютах. И в течение 7 дней после получения денег вам нужно продать 30% нашему дорогому государству. Сделать это... Ну, сейчас уже мы... А потом остальное продать? Ну, это было в связи с кризисом, но я, в общем, я продавала, в общем, по 30 осенью в последний раз. А остальную же валюту тоже не снимешь? Да, остальную валюту тоже не получишь, потому что я... Я же говорю, правильно. Да, все непросто. Ну, на это хотя бы и сроки, то есть, 30% за 7 дней. Чтобы ее продать, вам нужно либо приехать в банк и заполнить кучу бумажек. Кучу бумажек, не просто расписаться, как там NDA, а заполнить там номера счетов, кучу всяких там, то, что вручную очень тяжело делать. Три бумажки надо заполнить. Да, вот, это только чтобы продать эту валюту. И она поступит с транзитного счета, на котором она лежит до этого, на уже ваш личный, где вы теоретически можете, ну, ей, наверное, уже пользоваться. Вот. Следующие 70% вы ими не можете пользоваться, вы должны продать их банку. То есть, вы вообще не можете пользоваться валютой, по сути, которую вы получаете как ИП, можете пользоваться, вы сразу продадите ее и уже в белорусских рублях. Потому что даже банку, как ИП, она, ну, я так поняла, не знаю, может, только в моем банке не так выгодно, как для физлицы. То есть, немножко курс в сторону банка. Вот. Ну, допустим, за осень я получила три, собственно, оплаты от россиян. И, в общем, интересно было, как падает рубль, там, 270 в начале курс был, и 200 в ноябре, то есть, 270 в сентябре. Вот. Но у вас есть опция, как раз я сказала, не ездить в банк, а завести себе банк-клиент. Вот. Вот это такое ПО, уедет к вам дядя, поставит его на ваш компьютер, и вы сможете, в общем, все это делать через это ПО. ПО, которое у меня, оно было. Я отказалась. Оно отвратительное. Оно, в общем, ему на лет лет 30, больше, чем мне, в общем. Абсолютно какие-то странные интерфейсы. В общем, и хотя мне помогала первый раз операционистка заполнять моя по телефону, ну, и я два раза в один в техподдержку, потому что я бы сделала презентацию, чтобы вот это вот поломать голову, это круче, чем вот расставить там текст между переменами. Это гораздо круче, как создать новый запрос в несчастной программе. И плюс стоит это в месяц 10 долларов платить банку, ну, около 10, наверное, может, разный банк там отличается за то, что вы пользуетесь вот. И вот я поняла, что как-то дороговато, и... За счет тоже там... А, где-то 1% берет банк. Зависит от банка. А, да, банк зависит, допустим, приорбанки. У меня счет в приорбанке, как у физлица. Я хотела открыть у них ИП, но это очень, ну, для меня дорого. То есть там было вот там 20-30 долларов, потому что они ориентируются на крупных юрлиц, вот. И поэтому они ставят, допустим, меняют учет в Белсейсбанке. Там они порядка 2-3 долларов, что-то такое, в месяц. То есть нужно как-то уточнить в банке. Так, сбилась. Да, для того, чтобы работать как ИП с компанией, в общем, с агентством, наверное, скорее всего, вам нужно там, да, подписать договор. И с каждого платежа вам нужно заполнять акт и, господи, забыла это слово, в общем, две бумажечки, в которых будете прописывать, что вы делали, сколько вы заработали. И отправлять их им, и подшивать их к себе, потому что, возможно, где-нибудь это проверить захотят, в общем, ваши эти доходы. Вам придется каждые 3 месяца, если были доходы в этих 3 месяцах, подавать декларацию налоговую. Можно так сделать, как электронное декларирование. Более того, это намного выгоднее, потому что вас все равно обяжут подключиться на электронное декларирование, а стоит около 100 долларов за 2 лет. Сейчас ИП без этого не открывают, уже не открывается. С прошлого года ИП без этого не открывают. Да, я открывала лето, мне уже не разрешили. До этого было тоже опционально, и сейчас, более того, у всех, кого открыто ИП до этого, настойчиво намекают, что нужно отключиться. Вот. Ну, там ПО тоже точно древнее, но там как-то попроще разобраться, чем с интернетом, господи, с банклиентом. Ну, вот, в общем, много бумажной возьми, зато налог только 5%. Но можно, в принципе, работать как физлицо. То есть я с некоторыми клиентами, то есть одно из нам агентство, оно очень удивилось, я говорю, давайте я к вам и как ИП работать. Они говорят, а как это? Я им объяснила. Они говорят, не, мы так не работаем. Я говорю, ну ладно. В общем, они не просто прислали деньги на мой счет обычный, как у физлица. Я плачу с этого налога 12%. Вот. Ну, зато без всякой этой я могу пользоваться этой валютой, собственно. Можно, у меня, допустим, счет с долларом, они могут меня приводить в евро, просто оно будет конвертироваться. Это не очень лично, если вы не понимаете, что это будет? Возникнуть. У меня это не, как это называется, зарегистрирование. Не, не, нет. Я уточняла у работников, они говорят, если вы нам придете и сами задекларируете эти деньги, как доходы за границей, спасибо. Потому что мы не будем, мы рады, что уже вы пришли и заплатили, даже если вы... Какой лидерализм снижает? Да, потому что, ну, во-первых, это, во-первых, это 12%, а не 5%, во-вторых, вы имеете право получать доходы из-за рубежа. Раз в 20-24%. Да, и отчитывается раз в год, вот как раз вот до первого. Они, потому что, я когда-то помню, очень четко предупреждали, что это будет незаконно, то есть принимаете следующее. Нет, 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 я приходилась, я специально уточняла, они говорят, а за что вам деньги переводят? Я говорю, за работу. Они говорят, да, ну, хорошо, вам просто указываете страну, откуда вам перевели деньги, сумму, мы отсчитываем 12%, вы их до 1 мая в арку нужно подать декларацию, до мая где-то нужно ее, в принципе, оплатить эти проценты, 12%. Вот, это все раз в год и минимум бумажной волокиты, вот, то есть это, как многие так и работают, вообще не открывают ИП, вот, но мне ИП просто для, я решила открыть для официального трудоустройства. То есть, ну, в принципе, регистрация как ИП стоит, там, я не знаю, сколько, в пределах, наверное, там, 10 долларов, электронное декларирование 100 долларов на 2 года, потом придется обновлять, ну, и плюс, так называемая, бланковая продукция, которая вас заставит купить в налоговую, и всякие книги для жалоб, и вот, в общем, другая ненужная барахло, которая у меня лежит, я не знаю, в общем, амбарные такие книги вот эти, вот, ну, и, в принципе, все. Если будешь касачиваться, как переводчик, редактор, это потребует книгу жалоб. Да. И все туда вне будет слаботься. Вот. Ну, вроде все, есть какие-то вопросы, есть ли это, ну, в общем. Ну, меня на данный момент я как бы стараюсь работать все-таки как физлицо, потому что бумажная волокита очень утомляет, честно говоря, вот, и, вот, в принципе, то есть, вот, там, с левшой я работаю как ИП, меня устраивает, то есть, там, буквально, можно, там, раз в полгода получать какие-то деньги, все скопом заработанные за полгода, их скопом декларировать, то есть, даже можно не каждые три месяца, если ты никакую деятельность не вел как ИП в три месяца, то можно не каждый квартал, а раз в полгода, раз в год, можешь вообще ничего не делать, просто платить ФСЗН, вот, чтобы, допустим, получить визу, нужно подзять справку в налоговой, что у тебя нет задолженности, и все, и ксерокопию, властительство ИП, и, в принципе, больше, допустим, документов никаких не нужно в налоговой, ну, кроме, там, выписки со счета, то есть, это проще даже, чем для работающих, на дяди у граждан. Так 12% платить. Так, да, 12%? Вот, в принципе, все. Продолжение следует...